Татьяна Бибок спрашивает Добрый вечер, хочу попросить Олега прокомментировать книги по психологии Как для личного роста, в смысле эффективная коммуникация, так и по психологии масс Особенно в период войны Так и есть, Густав Либон, психология масс Это самая первая книга, если вбить психологию масс Там какое-то количество книг, достаточно известный автор, их не так много Психология власти, политическая психология, есть сборники Эллиот Ааронсон, Social Animals, общественное животное Посмотрите, потом Серж Москович и Машины творящих богов Вот я бы тоже посоветовал Потом обязательно посоветовал бы все работы Орехофрома Начиная с первой Бегства от свободы и заканчивая там Там все работы у него классные Да, ну как бы этого сейчас достаточно много Достаточно хорошей литературой По поводу личностного роста я ничего не могу посоветовать Потому что это я не читаю А все, что я смотрел, никак не дотягивает до масштаба моего мышления Поэтому ничего не могу посоветовать Кстати, я вспомнил на этом фоне, вот этот вопрос был По поводу реалополитики ценностей Значит, автор опять забыл Книга «Семь навыков высокоэффективных людей» Американский психолог, он консультант и психолог В 90 с чем-то лет умер То есть человек, который там входил в число Какое-то количество влиятельных людей в Америке С ним президенты здоровались Фамилия вылетела Книга у нас подается «Семь навыков высокоэффективных людей» И «Семь навыков для эффективных подростков» Так вот, текст назывался как? Я хочу, то есть он в видении писал «Я хочу восстановить этику характера» То есть что такое все эти тренинги об успехе И вообще эта тема, которая у нас прорекламирована Ты машешь рукой, а это ценность То есть достигай успеха, и ты молодец А что такое достигай успеха? Это то, что ты хочешь, ты этого достиг Там нет никаких ценностей То есть... Стивен Кови пишут Стивен Кови, да Значит, там нет никаких ценностей Как воспитывали, скажем, какое-нибудь феодальное время Там, древолюционные дворян или царская семья То есть они же не жили, как эта девочка В роскоши, то есть в смысле Что хочу, то и творю Там было жесткое воспитание, потому что Ты наследник, ты должен соответствовать Тому, как себя ведет дворянин или король И так далее Потому что в средневековое время Было такое понятие, как добродетели В наше время изменения произошло То есть добродетелей нету Есть ты успешный или не успешный Что такое успех? Достиг ли ты своих фантазий? И не достиг И это настолько Я сейчас говорю, да Я понимаю, что для многих людей Это будет как-то непонятно О чем еще, о чем речь идет Это же наша жизнь Мы в этом живем Так всегда жили А это же есть деградация Когда ценностный аспект Он просто отсутствует То есть он исчез То есть понятие добродетели То есть я сейчас старомодное слово беру Там список какой-то есть То-то, 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 то-то Они могли творить всякие безобразия Там те же феодалы Но при этом их всегда оценивали Это нарушение Иди кайся То есть, потому что А ты должен себя вести вот так Такого нету сейчас Да Зло потеряло свое лицо По сути То есть все стало злом И одновременно все стало добром Ну да, размывание произошло Поэтому, а критерий стало простой Это реализация собственных желаний То есть успех Ну да, то есть он становится ключевой ценностью Не являясь таковой По сути Потому что он является эффектом Это вообще Это вообще не существует Это просто желание Которое ты реализуешь Да и все Это оценка То есть я не в смысле того Что нельзя достигать успеха Просто есть понятие успеха Есть понятие ценностных норм Да Оно как бы балансирует друг друга